Чтобы я был уверен, что меня слышат, написать, что «да, слышим» или «нет, не слышим». Кто-то не слышит, меня пишет, что не слышит. А вот те, что слышат, напишут, что слышат. Хорошо ли слышно, может быть, не нужно погромче говорить. Может быть, нужно там как-то там повернуться. Так, да, слышно, слышно, ну и прекрасно. Тогда начнём тихонечку. Конечно, дистанционный режим таких семинаров – это совершенно особый жанр. И нет того эмоционального настроя, который обычно возникает у аудитории. Я прошу прощения за это. Гораздо приятнее и гораздо эффективнее, я считаю, это личное общение. Дистанционный режим – это какой-то суррогат. Ну, палеотивное решение. Я считаю, что больше всего проиграет от такого дистанционного режима общения швейная промышленность, потому что теперь деловой костюм будет включать только пиджаны. А брюки, видимо, вообще не нужны. Я думаю, что уже подтянулись все опоздавшие. Ну, кто позже придёт, там тихонечко постучит в дерево, идёт. Я напомню, меня зовут Иван Ростиславович Высоцкий. Я работаю в Центре педагогического мастерства в Москве. Работаю в Московском Центре непрерывного математического образования. Это означает, что мы работаем с утра до ночи непрерывно. Благо, работы хватает. Я являюсь сотрудником ФИПИ и в качестве сотрудника ФИПИ принимаю некоторое участие в разработке материалов и ЕГЭ, ОГЭ. Ну, и имею непосредственное отношение к изготовлению вариантов. Ну, чем дальше, тем меньше, потому что растёт плеяда новых сотрудников, которыми очень приятно руководить, которые сами всё прекрасно могут делать. Но пока что я имею честь в ходить в группу разработчиков ЕГЭ. Сегодняшняя наша тема разговора, как уже много лет, я прошу, кстати, прощения у тех, кто был в научных семинарах моих в разных городах. Вдруг что-то я повторю, там какие-то кадры Вы уже видели, какие-то задачи видели. Я вот далёко от мыслей был делать совсем новую презентацию, ровно, потому что пока что постепенные изменения идут, и, соответственно, проблемы тоже решаются очень постепенно. Что-то такое старое, глубокая переработка того, что будет. Семинар будет посвящён вопросам функциональной грамотности. Теперь это так называется, хотя мы много лет уже ровно этим и занимаемся, об этом говорим. Сначала я бы хотел выразить благодарность, причём с Вашим горячим участием, активным участием, у строителей семинара, это группы просвещения, и конкретно издательству «Экзамен». С издательством «Экзамен» нам всегда очень приятно работать сейчас на экране. Я проведу его презентацию «Экзамена» и откомментирую некоторые книжки, которые могу найти. Не все из них я читал, даже не все писал. Почему нам очень приятно работать с «Экзаменом»? Ну, так исторически сложилось. Дело в том, что и владелец, и главный редактор, и многие другие сотрудники – это «Экзамена по образованию математики». Они лучше всех, наверное, понимают, что необходимо учителям. Конечно, когда основной спрос идёт на книжке для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, очень многие издательства реагируют, и издательства «Экзамена» реагируют довольно активно, и нам приятно с ними работать, потому что там хорошая математическая верстка, там серьёзно относятся к исправлению математических ошибок, не всё, конечно, исправляется быстро. Я всегда говорю, и детям говорите, что математическая книжка без ошибок – это как детектив, в котором заранее известен убийца. Это не очень интересно. Опытные учителя знают, как использовать сам факт наличия опечаток в книжках для того, чтобы стимулировать школьников к их поиску, обнаружению, исправлению. Это такой интересный учебник тоже, жанр, который можно использовать. К сожалению, конечно, опечатки встречаются, и связано это с тем, что книжки должны выйти быстро. Они должны выйти перед началом учебного года, а не как варианты ЕГЭ в июне. Потому что если мы будем книжку каждую подготовить для ЕГЭ, ОГЭ или даже ВПР, будем вычитывать настолько же тщательно, подробно формулировки, опечатки, искать, как это делается в настоящем ЕГЭ, то эта книга будет тоже видена где-то вот к июню. А это не допустимо. Поэтому я заранее приношу извинения от группы разработчиков, если что-то мы пропустили. Но вот группа экзамена, она очень тщательно, быстро реагирует на наши сообщения. И, кстати, очень большое спасибо тем читателям, которые присылают сообщения. Потому что там вот найдена опечатка, и опечатки нам найдут. Большая подборка книг, пособий для подготовки к ЕГЭ. Большая. Причем, в отличие от многих других пособий, а точнее от многих других серий, что я видел, здесь есть и сборники вариантов, и сборники задач, тематические. Есть подборки просто по линиям экзамена. Каждый учитель, он выстраивает подготовку по-своему. И кому-то удобнее пользоваться сборниками вариантов, кому-то удобнее пользоваться тематическими подборками, кому-то удобно пользоваться большими сборниками, типа 3000 задач, 4000 задач, из которых учитель сам составляет подборку для повторения. Причем это можно делать довольно гибко, индивидуальные. Выстраивая траектории подготовки для учеников. Ну, я же как учитель лучше всех знаю, что там нужно Маше. Сейчас у него там с процентами хорошо, а с арифметической прогрессией совсем плохо. Значит, я вместо того, чтобы брать вариант для этого, я беру подборку задач про арифметическую прогрессию, а другому школьнику, напротив, он там проценты с детства очень плохо все с этим. Другая особенность, особенность серии, точнее, как это назвать, ассортимента выпускаемой продукции, то, что кроме пособий к подготовке типовых тестовых заданий, вариантов, имеется довольно большая подборка методических материалов, то, что мы называем, мы четыре называем, дидактическими материалами, по разным, наиболее употребительным, учебно-методическим комплектам. Издательство экзамен потратило, я знаю, сколько, кстати, сейчас на экране, обратите внимание, серия банк-заданий. С развернутым ответом, большая серия, 4000 задач, с кратким ответом, базовый уровень, есть такая же книжка по профильному уровню, ну, вот, позиционер, как закрытый сегмент, вы прекрасно понимаете, что в нашем открытых банке там особых закрытых сегментов нет, ну, пусть будет такая интрига. Все задания части 1 ОГЭ, это вот та серия книг, о которой я говорил, что учителю удобно из нее делать индивидуальные подборки, потому что каждая задача в большом количестве клонов, вы знаете, что в банке у нас каждая задача, она спланируется, плона бывает от 10, там, даже, ну, нескольких десятков. Вот здесь вот такие подборки есть. Сейчас я начал говорить о УМК, давайте вот посмотрим. Вот, например, да, большая серия рабочих тетрадей к линии Макарычева. Тесты Макарычева. Дидактические материалы по алгоритму, дидактические материалы по геометрии. Сейчас это по алгоритму, просто Макарычев. Точно такая же подборка рабочих тетрадей, дидактических материалов к линии Непольского. Геометрия. Это к учебным платным осягам. Все эти материалы выпускаются из 20 экзамен, и это очень хорошо, потому что в последние годы на рынке образовался явный совершенный переход в сторону чисто подготовительных книг. Ну, мы начали говорить немножко о ВПР, как о такой наиболее, пожалуй, с моей точки зрения, наиболее важной части всех аттестационных процедур. И здесь издательство издания тоже, конечно, достаточно широкий ассортимент выпуска и типовые задания по всем классам. И, кстати, довольно много альтернативных задач. Например, есть автор такой, Альзановский Андрей Фаилович, который работает с издательством Экзамен, который не входит в разработчик ВПР, но у него очень много интересных задач, поэтому этого автора можно смело рекомендовать. Ну, на самом деле, главное, что я хотел по поводу презентации экзамена, я сказал, я думаю, что у вас есть возможность скачать каталог издательства и напрямую связаться с издательством. Сейчас, в конце презентации, на какое-то время, я оставлю на рабочем, на экране адрес этого издательства. Вот. Это адрес, телефон и имейл. С издательством сотрудничают самые разные авторы. Это Владимир Алексеевич Смирнов, Владимир Мирошин, известные методисты и учителя, которые действительно хорошие, очень качественные материалы делают. Ну, и мы, в силу наших скромных сил и возможностей, о мере наших скромных возможностей, тоже участвуем в разработке большого количества издательства экзаменов. На этом я позволю себе представление экзамена закончить. Еще раз вы благодарны за устройство этих фебинаров и возможность встреч с учителями, потому что для нас, разработчиков материалов, обратная связь, реакция учителей очень важна. Именно поэтому я прошу активно участвовать в чате и задавать вопросы, потому что если нет вопросов, если нет каких-то реакций, нам очень трудно иногда понять, насколько та или иная серия задач, насколько те или иные аценты, которые мы делаем в разработке, они хороши, они работают во благо, они во вред, насколько учителя правильно понимают то, что мы хотели заложить, насколько мы правильно понимаем то, что учителя принимают в этих задачах. Вот такая обратная связь нужна. И, кстати, очень многие решения по содержанию ОГЭ и ЕГЭ в последние годы, в последние 10 лет, принимались по результату, после вот таких вот семинаров по результатам анализа записок, выступлений учителей, вопросов на семинарах. Пожалуйста, не нужно недооценивать вашу активность. То, что вы обсуждаете на кухнях, в учительских, можно и нужно спрашивать напрямую группу разработчиков. Это можно делать не только в рамках вебинара, это можно делать на сайте открытого банка. Задачи ЕГЭ, это можно делать самыми разными способами, благо, что современные технологии нам это позволяют. Теперь, если все не против, а я думаю, что не против, давайте перейдем, собственно говоря, к основному разговору. Я подготовил презентацию, которую назвал «Вероятность статистика, функциональная грамотность, методовую трамедуточную аттестацию». Ну и такой вот тоже элемент, который все равно придется обсуждать. Я, собственно говоря, если бы не мог, что говорить о преподавании математики, это ключевые проблемы базовой математической подготовки. Нас волнует в первую очередь базовая математическая подготовка массовой школьной, большого количества школьников, потому что наиболее способные, наиболее мотивированные школьники, они, как вы понимаете, прекрасно справятся с нашей помощью, даже без нашей помощи. Здесь главный принцип учителя не помешать. Я всегда говорю, что еще никто никогда никого не смог научить. человек учится только сам. Роль учителя, ему в этом помочь. Ну вот, учитель может помочь, а может помешать. Вот, если речь идет о наиболее подготовленных ребятах, наиболее амбициозно способных, интересующихся, то здесь роль учителя этот интерес продвигать, его развивать, предлагать школьнику интересные формы. Идея, кружковые деятельности, олимпиад, если в школе нет кружка математического, далеко не каждая школа может себе это позволить. Ну, просто, нет, нет, специалистов, времени нет, помещений, я не знаю, вообще очень. То есть сейчас большое количество онлайн-кружков, они проходят в центре медленного образования и в плане и как подготовка к огромному количеству летних школ, я сейчас не буду их перечислять. это легко найти в интернете, легко найти в ваших металлических центрах региональных, везде есть эта информация. Это олимпиады, это всевозможные конкурсы, это творческие измены в Сириус, в других региональных центрах математических, не только математических, огромное количество сейчас всевозможных интересных штучек, всевозможных интересных мероприятий для школьников, которым математика нужна и интересна. Сейчас же мы говорим о том подавляющем большинстве школьников, для которых математика не является как бы целью жизни, она не является чем-то ведущим в жизни, но математическая подготовка им нужна, как бы они этого не отрезали. И последнее время на слуху все больше такой есть термин функциональная грамотность. что это такое? Мне тоже поначалу урезало слух, зачем еще что-то придумалось. Так все прекрасно понимают о чем речь оказывается. Такой термин на самом деле существует довольно давно. И функциональная грамотность это некоторый подсрочник период сангельского языка function literacy. Это словосочетание означает способность умения не только школьника вообще говоря человека применять в жизни то, что он изучал или изучает. Ну в широком смысле слова не обязательно в школе. Учимся не только в школе, но учимся бабушек, дедушек, папу, маму, сверстников, в какое окружение мы не попадем, но приобретаем какие-то новые знания. Я не могу сказать, что все даже математические термины, которые я знаю, или там все математические теоремы, которые я там слышал и знаю, я узнал на уроках в школе или на занятиях в музыке. Нет, очень многое и там прочел в книжках сам. Ну, то, что было. Очень многое я узнал просто от друзей во время такого неформального общения. Это первое наше разговор связан с первым. Он посвящен теории вероятности и статистике в школе. Дело в том, что говоря о применении математики в повседневной жизни, нельзя обойтись без разговора о статистике, просто потому, что статистика это прямые ворота, это единственные, пожалуй, ворота из школьной математики в окружающую жизнь. Такие непосредственные ворота, но не квадратные уравнения уж, конечно, не логарифм. Как говорила одна моя хорошая знакомая, она, ну, такая была, был неформальный прием, немножко она была веселее, чем обычно, скажем так, она подошла ко мне и очень проникновенно произнесла, знаете, я тоже училась в школе, училась в школе и, знаете, тоже изучала квадратные уравнения, делает вам честь, нет, знаете, я потом на улице ни одного не придела. На секундочку, эта вот дама, о которой я говорю, она министр образования так вот всегда от нас хотят каких-то практических задач, понятно, география это наука практическая, окружающий мир очень практическое такое знание в начальной школе, еще что есть, даже химия более-менее практическая, потому что там вещества, кислоты, в жизни встречаемся, математика, математика вроде как фундамент всего, но вот непосредственно в жизни оно встречается не так, чтобы казалось бы часто. И очень многих людей складывается ощущение, что она очень множна. Статистика это напрямую, это прямые ворота в окружающий мир. Ну и фундамент теоретической статистики это теория вероятности. С четвертого года в российском стандарте вероятные статистики появились как отдельные тактические единицы. Сначала просто упоминание в современном стандарте они уже довольно хорошо прописаны и в том стандарте, который сейчас ожидается последующая версия, стандарт это совсем последний стандарт, там просто теория вероятности и статистика рассматриваются как отдельный предмет наряду с аудеброй и диаметрией. Ну собственно говоря, вот такое будет у нас содержать. Сейчас мы сделаем, пока я перелистываю презентацию и собираюсь с мыслями трех минут, также и двух минут на паузу и надеюсь уже увидеть какие-то первые вопросы в чате. Вот сейчас вопросов ноли, а это неправильно. Я думаю, что очень много присутствующих в вебинаре есть вопросы, которые уже наверное можно было задать. Ну давайте попробуем посмотреть, что у нас есть в презентации. Что-то она у меня не работает. А вот она работала. А, вот так. теперь я встану. Ну, говоря о ключевых проблемах, о ключевых проблемах подготовки школьников, нужно ну, как бы формально описать все то, о чем я сейчас сказал неформально. Это неэффективная структура содержания. то есть то, что мы пытаемся предложить школьникам в старших особенных классах, лабористические уравнения, неравенства, какие-то производные, тригонометрии и так далее, осваивать около 20 процентов школьников. Напротив, можно сказать, что половина учащихся осваивает более 20 процентов содержания. причем это такая очень грубая прикидка, если провести серьезное исследование, на эту тему, наверное, выяснится, что половина учащихся осваивает еще меньше, а половину содержания осваивает даже меньше, чем 20 процентов учащихся. В результате цель математического образования в очень многих случаях остается непонятной, и содержание оказывается не нужной большой части общества. Причем мы как-то к этому очень болезненно относимся. На самом деле это неправильно, к этому относиться нужно совершенно нормально, потому что есть огромное количество людей, которые в своей деятельности математики не имеют ничего общего, не сталкиваются, и слава Богу, что они не сталкиваются, потому что иначе было бы хуже. Когда меня стрижет парикмахер, я хотел бы, чтобы он думал о том, меня стричь, чтобы он был хорошим мастером своего дела, а не пытался решить какую-нибудь задачу. Хитрую в этот момент отвлекаясь от меня. То же самое касается водителей маршрутки, сотрудников магазинов, кафе, ресторанов и так далее. Большинство людей должны, наверное, обладать математической грамотностью, математической функциональной математической грамотностью на том уровне, который необходим жизнь. Но вот эта функциональная грамотность делает жизнь россиян более полноценной. Я простой пример приведу, о чем где-то речь. Так неправильно я сказал. очень многие люди не понимают, что математика может покушать. Не желают ее применять. Но кто-то не хочет и не может. Кто-то может и хочет, но не может. И наоборот. Человек мог бы напрячься, сообразить, но ему это не нужно, но он не хочет. Я приведу один пример. Однажды я приехал на строительный рынок, мне нужно было вырезать стекла для книжных у меня есть знакомый стекольщик, очень приятный такой человек, его зовут Гагик, он Арменин. Я говорю, Гагик, он не мешает, иди, иди, я очень занят. Потом заходи, он режет стекло, обрезки, пыль, весь раздражение, не могу понять, что происходит. Потом понимаю, ему нужно оказываться из квадратных стекл вырезать восьмиугольники правильно. И он квадратик вырезать легко, а вот как уголки отрезать, все, это у него не получается, он то мало отрезает, то много, поэтому он уже много стекла перепортеров грезит. И он стой, Гагик, стой, сейчас я тебе все сделаю. Я посчитал быстрее, у меня теория Пифагора, простенькое выравнение. Вот видишь число, волшебное число, на это число умножаешь в сторону квадратных и столько миллилитров отбираешь, просто отрезаю. Ну-ка, да подожди, сейчас попробую. Отрезал, у него получился идеальный почти восьмиугольник. Слушай, как хорошо-то, а? А что это такое сделал? Любил теорию Пифагора. Какого какого города? Пифагор. Вы в школе изучали. А я думаю, зачем оно нужно? Ладно, что там тебе нужно сделать? Стекла, сейчас я бесплатно сделаю. Вот так я заработал прикладной математикой 3000 рублей. Вот был такой эпизод. Ну, собственно говоря, это об актуальности. Про роль вероятной статистики я уже сказал, давайте лучше посмотрим задачки. Конечно, мы с вами учителя основной школы, старшей школы, но я хочу начать, как ни странно, с демонстрации некоторых задач, которые должны, должны с моей и даже более того, с нашей точки зрения уметь решать школьники младше. Проблема в том, что этих задач почему-то нет. Учебники есть много разных, я понимаю, что учебники нельзя сделать бесконечно полоски, и наверняка в каждом учебнике каких-то задач нет. Тем не менее, хотелось бы, чтобы часть этих задач хотя бы там были, может быть, не в учебниках, может быть, в сборниках, может быть, в рабочих тетрадях, может быть, еще где-то, чтобы учителя на них внимание обращали, потому что эти задачи, они, во всяком случае, не менее важны, чем умножение чисел, или там, тренировка, сложение, порядки действий. Покупки, оценки и бредитки. Это вот то, что, конечно, должно появиться под разными лозунгами, функциональная грамма, финансовая грамма, практика, ориентированная математика, как угодно в начальной школе. Здесь задачи, конечно, началки. Я, почему их показываю? Потому что если вы предложите эти задачи в обычном шестом, седьмом, я боюсь сказать, десятом классе, вы с ужасом или с интересом, или с удивлением, а может кто-то и без удивлений скажет, так, а что я сразу говорю, что они ничего не могут, обнаружите, что эти задачи решает не так много людей, как мы привыкли думать. Мы приходим в магазин в каком-то таком внутреннем убеждении, что люди вокруг нас тоже соображают, как покупать газированную луку. И потом выясняем, что оказывается это не так. Мы пребываем в таком профессиональном заблуждении, что большинство людей вокруг нас умеет умножать на 10 с помощью приписывания нолика или забегания с запятой десятичной. Уверяю вас, это не так. Это был мой личный опыт, когда я ехал в купе, я уж не помню, куда я ехал, то ли, ну, не помню, куда я ехал, неважно. Это было давно, очень давно, уже неважно, куда я ехал. Вошла дама, которая разносила из вагона ресторана всякие яства и попросила разрешения присесть на краешек на боку и на краешке стола посчитать вылочку, которую у меня копились. Рубль 23 до рубль 23. Значит, 2,6 до рубль 2,46 до рубль 23. До 69. Еще рубль 23. Оказывается, она продала 10 по рубль 23. И она должна была посчитать, ей нужно было посчитать свою вылочку. Вот она пока 12,30 не получила, она пересчитала три раза. У нее получилось 12,30 она два раза получила, что совпадает, вроде правильно, значит хорошо. Умножить рубль 23 на 10 оказывается не так просто. Не так просто. Ну и последняя задача сейчас на экране это наша знаменитая задача на деление с остатком. вошла в самый первый ЕГЭ 10-го года наш по новой модели и вызвала наряду со многими похожими значениями бурю негодования, как же так, с чем мы хотим, что мы проверяем, какой там корабль 400 пассажиров, причем здесь шлепки. ну вот к сожалению, когда посмотрели результаты выяснили что-то. Значит в 10-м году решало 30% школьников и выпускников и это еще в тех условиях. Сейчас ее решают уже больше и это большая заслуга в частности ЕГЭ, что эти задачи есть, что учреждения стали обращать на них. Следующий большой пласт задач, который тоже давайте напишем можно сказать есть задачи на логику условно, я не знаю что такое задача на логику, потому что любая задача требует логики. Условно есть геометрия, математика едино, но мы привыкли ее делить. Вот геометрия, нарисован это геометрия, алгоритм, посчитать арифметикой либо алгоритм, оценить шансы это вероятность. Есть еще очень хороший раздел в этом смысле общие знания, это то, что человек должен знать понять условия задачи. И вот на это традиционно в нашей школе внимания вращалось очень мало. Я помню, как несколько лет назад я хотел предложить на вторую позицию диаграмму и нужно в ответ было написать номер месяца, в котором к сожалению ответ только числовой до сих пор. Мы с этим боремся, никак не можем пока победить. Вот, только числа можно в ответе конечные и десятичные дроби. И вот нужно было написать номер месяца, количество осадков в Новороссийске было наибольшее. Ну, скажем так, пятый месяц в мае. По графику видно, по диаграмме. И мне мой друг, товарищ, соратник, однокурсник Андрей Семенов говорить нельзя. Почему? Андрей, почему нельзя? Вот, мае больше всего на пятый месяц. Мы не можем спрашивать у школьников знания нумерации месяцев в рамках курса математики. У меня было большое желание начать кидаться тяжелым предметом. То есть, человек, оканчивающий школу, не зная, что май это по счету месяц 5, август 8, и это нормально, то есть, логарифмическое уравнение мы ему можем дать, там, какие-то, мы их должны уметь решать, о том, мае месяц номер 5, он оказывается как бы, мы этого знать не обязаны. Это катастрофа. Это катастрофа. То есть, мы исходим из того, что у нас человек вылупился из яйца вчера, и вот уже должен знать по математике безотносительно к тому, что он живет в мире, в котором май имеет номер 5. Это ужасно. Это ужасно. Такая позиция сама по себе очень порочная. Некоторое время назад в каком-то городе я показывал задачу, очень простая задача, я делаю презентацию, позвольте, коротко ее опишу. Табличка с размерами дамской обуви в России, в континентальной Европе и Иван. Мы знаем, что в России 37-й размер, а тот же самый размер в континентальной Европе будет 38-й. Те же самые туфельки будут иметь на единичку больше. Ну так, исторически сложнее. И вот вопрос к задаче. Дама носит туфли 38-го размера, какой размер ей нужно спросить, чтобы получить подходящие туфли. Я же не помню, как рулевна. Если она зашла в магазин Бутин в Париж, и один учителей поднимает руку в Сушке, то есть эту задачу не решит тот, кто не знает, что Париж это столица Франции, а Франция это континентальная Европа. И я с ним буду согласиться. Да, видимо, он ее не решит. Если раньше было хорошее название «Актистат зрелости», готовы ли мы дать «Актистат зрелости» тому, кто умеет прибавлять единичку из Лиссинина не знает, что Париж это столица континентальной страны, я не уверен. Ничего плохого в том, что этот человек конкретно эту задачу не решит, я не решу. Не решу. Что делать? Не решу. Ну вот у нас же есть в алгебре задачи автобус едет из пункта А, пункт Б с постоянной скоростью 40 километров. А если он не знает же какой автобус и что теперь? То есть у нас есть какой-то набор таких знаний, которые мы знаем и набор знаний, которые мы не обязаны. Ну, про Париж, ну, простите. Так вот, общие знания включают очень много хороших, общеизвестных вещей. Например, умение ориентироваться в умение ориентироваться во времени. Ну, например, знание, что в часе 60 минут, в минуте 60 секунд, что в неделе 7 дней, как они называются, что в году 365 дней, а в месяцах еще и 366 дней. Вот все это очень важно. На экране ряд задач, которые нужны для того, чтобы такие знания развивать и проверять их владение. сейчас начали писать уже по существу, например, госпожа Зубкова Екатерина, решают такую задачу устно дети в седьмом классе при подготовке в ЛПР. Учителя боятся, но дети решают. Знаете, вспоминается пословица «глаза боятся, руки дед». Учителя боятся, дети решают и устно. Я в раздаче с размером кок. Вы совершенно правы. Очень многие дети решают. Но это опять-таки, к сожалению, иногда такое учительское заблуждение, что если мне руку пять человек подняли и сказали, то и все прекрасно это помнят. На самом деле учителя опытные знают, что нельзя рассчитывать на лес рук в классе. Это такая некоторая мистификация, что дети умеют вообще задурить голову. Если все подняли руки, это хорошо. На самом деле из них только половина вообще понимает, о чем речь. Как правило, четверть в состоянии что-то сформулировать, только один может знать правильный ответ. Я говорю сейчас не о задачи, но лес рук это очень обманчивая вещь. Но чем старше они становятся, пишет Елена Масков, тем хуже решают такие задачи. Вот она ключевая проблема, о которой мы говорим. Чем старше становятся, тем хуже решают. В каком-то смысле мы сами в этом виноваты. Дело в общем, академик, к сожалению, непоконный Владимир Ильич Арнольд говорил, что в том, что люди не любят математику, виноваты, сами виноваты. Для чего нам родители привезли детей в школу? Чтобы мы их научили писать и считать. Ну как буратино, да? А мы их интегралами научим. То есть вместо того, чтобы актуализировать простые математические умения, умение пользоваться математикой с бытовых расчетов, умение видеть математическую ситуацию в окружающей жизни, мы вот интегралами. В этом есть правда. Обратите внимание на задачу, которая у нас вторая снизу. Вечером на улице было 2 градуса тепла, ночью похолодало и температура опустилась на 10 градусов. Сколько градусов стало кутовить? Эту задачу удивительным образом многие решают многие первоклассники и второклассники в России, потому что им бабушка говорит, на улице уже минус 8. Холодно, ты меховую шапку надеешь. Они еще отрицательных чисел не знают. Но то, что минус 8 градусов они понимают. А мы ждем, пока мы в шестом классе эти самые отрицательные числа пройдем. Мы не говорим про правила умножения и сложения отрицательных чисел. Нет, это материал шестого класса. Но то, что на улице минус 8 градусов второклассник должен знать в России. эту задачу ради интереса давал в Таиланде. Вот там это был полный амок. Дети посмотрели на меня с некоторым изумлением и сказали, что у меня есть опечатка, потому что почему черточка перед температурой? можно что такое черточка 8? 8, тогда потеплело не похолодалось. Отрицательная температура это некоторый нонсенс. Разница во времени. Мы не будем забывать, что мы живем в стране, в которой очень много часовых поясов, 11 часовых зон, поэтому вообще говоря понимание того, что время в разных регионах отличается и как это считать, это очень важное умение, особенно сейчас, когда люди довольно много летают. туда-сюда отдыхать, в командировке, по делам, с родственниками. Сейчас население стало гораздо более мобильнее, чем это было 20 лет назад, и умение ориентироваться в часовых зонах очень полезно. Марина Курликова пишет, может быть, такие задачи нужно обоить в учебниках. Об учебниках речь немножко впереди, так как подготовка к КОПР происходит за счет урочного времени. Ну вот, если я сейчас скажу там избитую фразу, которую все отмениться на литариста, что не нужно специальной подготовки к КОПР, а вот нужно просто учить математике, все, мне кажется, кидают шапки. Поскольку есть ВПР, учитель будет ему готовить, чтобы там ему не говорить. Вот есть, значит, Олимпиада, а ты спортсмен, к ней не готовься, ты просто прыгай и прыгай. Ну, не получается. Конечно, будет подготовка. Да, не должны быть в учебнике. Такие учебники сейчас начинают создавать. У нас там хороший учебник. Друзья мои, написать новый хороший учебник невозможно ни за год, ни за год, ни за 10. Хороший учебник возникает тогда, когда есть глубокое понимание и уже есть традиция преподавания, то хотя бы опыт. Вот этот опыт приобретается ни год, ни два, ни пять. Если мне там 20 лет назад сказали, что я на уроке математики старший класс должен решать такие задачи, я бы тоже крутил пальцы на места, сказал, что это не за то. Есть чем заняться, у меня программы и так далее. Елена Маркус продолжает. Задание ВПР формулируется по-другому, не так, как привык ребенок. Это еще одна ключевая проблема. У нас оказывается есть некоторые удивительные математические такие формулировки, а если задача сформулирована другими словами, то ребенок не понимает. Это вот нужно на другой сходить. Вебинар я смотрел когда список вебинаров просвещения, я даже там со своим увидел вебинар посвященный читательской грамоте. Дитя читать не умеет. Она привыкла искать готовые какие-то конструкции, клише. Это, конечно, помогает, но на самом деле Елена Маркус говорит, что увидев непривычную формулировку задачи, школьник ее боится. Например, я приведу простой пример. Задача. первая труба наполняет бассейн за пять часов, вторая труба может одна наполнить. Все нормально. Как только я это переформулирую, чтобы бассейн подвигло две трубы, которые работают, то же самое, это другая задача, что вы, я ее не умею решать. Это какая-то такая проблема уже не имеющая отношение математика. Да, вот я согласен. Напекайте Назуткова пишет. Да, я согласен. Спасибо большое. Давайте дальше пройдем. Считается, некоторое время назад поляки проводили довольно интересное исследование. Есть там такой я не помню фамилию, ему очень пожилой человек, который проводил исследование, в каком возрасте школьники устойчиво различают право и лево. Оказывается, большинство нормальных школьников совершенно спокойно различают право и лево на себе уже там к первому классу. Не все. Есть дети, как мы знаем, разные. И их скорость ментального созревания разная и память по-разному устроен. Но большинство школьников в первом классе говорят, вот моя правая ручка, вот моя левая ручка, правая ручка, которую я пишу, левая ручка, которую я не пишу. Но в другую ситуацию, например, на соседи указать право и лево, это уже сложнее. Еще сложнее сказать, где там право-лево в зеркале, а еще сложнее сказать, где право-лево вот в такой ситуации, когда мы смотрим на несколько объектов, по отношению к которым право-лево могут как бы меняться местами. Например, на картинке сейчас полицейский автомобиль собирается повернуть направо, а по отношению к нам налево. А таксист тоже собирается повернуть направо, по отношению к нам тоже направо. с ума сойти у нас право оказывается слева и справа тоже оказывается право. Вот в этой ситуации, когда нужно в голове произвести поворот картинки, поставить себя на место, учесть симметрию, зеркальное отражение, это умение развивается уже у большинства школьников массово, а тут не в первом, а в третьем классе, как утверждают наши польские коллеги. Мы проверяли действительно эту задачу массово, не отдельные персонажи, а массово про автомобильщики начинают решать третьеклассники. Но проблема в другом. Проблема в том, что есть не массовые, но тоже живые дети, которые эту задачу не решают и в девятом классе. И вот их нужно найти. И поэтому эти задачи не только про право и лево, но вообще те, что я показывал начальной школы, казалось бы, надо бы давать семипластникам. Не зря коллега писала, что устно решаем такие задачи огромный низкий вам поклон, что вы эти даете в седьмом классе. Их нужно давать на устном счете, включать какие-то разговоры на уроке, в качестве дополнительных элементов, даже в контрольные работы включать почти первые задачи. Потому что выяснить, что школьник не различает право и лево, в девятом классе уже поздно. Я однажды столкнулся с такой интересной ситуацией. Представление симметрии тоже. туда же. У меня школьник в одиннадцатом классе неплохо считал. там, все, что нужно посчитать, он посчитает определение синуса, косинуса, основное торжество, корень квадратный извлекает. Еще как было все. Но как только дело доходит до самого простого графика, это все. Это конец. Он тупо смотрит на листок бумаги и на глаза одиннадцатиклассника наворачиваются походил его строить. Я не подумал, что он делает, дружочек. Казалось бы, что тут параболу построить? Параболу рога вверх, здесь чашечка, там рога вверх. Что тут сложного? Потом до меня дошло спустя полгода. Я ему нарисовал на картинке половинку бабочки. Сейчас, есть ли такая задача? Такой нет? Ну, понятно. Половинку бабочки нарисовал. Я вот нарисуй мне вторую половинку, а он гибушет. Он не может нарисовать половинку бабочки. Я ему рисую елочку на берегу, в воде. Нарисуй отражение елочки. Ну, елочка такая, а нужно нарисовать в воде соответственно вот так. А он не гибушет. Он начинает гнуть линии какую-то другую сторону. Я спрашиваю, дорогой, а чем же вы занимались начальничку? А у нас была экспериментальная программа, мы там какие-то логарифмы считаем. Вместо того, чтобы развивать неокламоторик, представление 7 для аппликации рисунки, вот это экспериментация в начальной школе часто приводит очень тяжелым последствием. Я прошу обращать на это внимание. Приходят классы, они оказываются всю начальную школу, не поймите, чем занимались, и у них ни представление о сементе, ни представление о числе. Просто не сформировано. Специально для 8-9 классников обратите, пожалуйста, уважаемые коллеги, задачу на нарисую стрелку, которая направлена в противоположную сторону. Дайте эту задачу в 3-м классе, дайте в 7-м, в 9-м, и дайте в учительской коллеге, и посмотрите на результат. Стрелка сейчас направлена, как мы с вами понимаем, на юго-юго-зампу. Ну, казалось бы, противоположную сторону это куда-то вот туда. надеюсь, что вы меня видите так же, как я себя на северо-северо-восток. Я вас уверяю, что в лучшем случае половина рисунков у вас будет совершенно другая. И на правой стрелочке будет на юго-юго-восток. Как знаки объезд справа, объезд слева. То есть стрелочке будет показать одна вот сюда, другая вот сюда. И когда вы это увидите и поймете масштабы бедствия, вы очень сильно перестроите вообще всю схему преподавания тему вектора. Потому что оказывается, вы рассказываете о противоположном векторе еще о чем-то, большая часть или большая часть вообще не понимает, что противоположное направление. Дайте такую задачу посмотреть. у вас есть время посмотреть задачи, которые на экране. Мне очень нравится схема, которая сейчас внизу. Я бы, конечно, не давал стрелочку север-юг, что он, с моей точки зрения, должен знать. Ну, уж ладно, даем. Ну, тогда уже запад, понятно, где слева. Добрый Никитич вышел из точки А прошел две версты на северо-запад. Дайте такую задачу. Посмотрите, пожалуйста, куда школьники поставят точку. Они привержут ее к сетке очень много. И вот это исходная задача, исходный момент в изучении, например, теории Пифагора. Диагональ квадрата здесь не верста, а больше даже примерно видно, на сколько больше процентов на 40-50. Очень важная задача. Ну, и будет для многих осуществлять этим, что после всех разговоров о свойствах окружности школьники так и не поняли, что такое расстояние от центра окружности до точки окружности. Смысл окружности как мера расстояния остался за кадром. Вот такая схема очень интересная. План города разделенного на кварталы можно искать кратчайшие пути, можно искать кратчайшие пути с перекрытием, можно где-то ремонт дороги, где-то ямам, где-то запрещено проезд, запрещен кирпич, висит односторонное движение, искать кратчайшие пути между перекрестками. Очень хорошая задача на пересчет количества кучей соединяющих две точки тоже комбинаторная задача. Такая конструкция оказывается универсальной с первого по минской класса. Такую вот сетку, но они огромное количество самых разнообразных задач по самым разным темам. Вот еще задачка про домик, не про просиметрируется показ. Одно интересное наблюдение, которое я сделал несколько лет назад, обратите внимание, на первую задачу, Васин папа согнул полоску бумаги, у него получилось видно, что, а вот Вася согнул, что у него получится. Такую задачу я давал разным людям, разным школьникам в разных странах. ну, то, что решают ее плохо, это понятно, такую задачу плохо решают в старшей школе, я думаю, что и взрослые такую задачу не очень хорошо решают многие, но совершенно меня поразил подход. Наши школьники очень хорошие, очень послушные, им сказано, нарисуют, они начинают рисовать, ведут не туда, там, загибают, а то не так, понятно. японские школьники они хватают бумагу, начинают ее выучить, а уже потом рисуют. Но есть еще очень много разных стран, очень много разных культур. Вот, например, тайские школьники, нужно африканские школьники, которым предлагается задача, они вообще по-другому не относятся. Они сидят в позе номер один, руки сложены перед собой, спина прямая, и ждут, пока на доске появится правильное решение, тогда они могут это три разных совершенно факторов решения одной задачи. Обратите внимание, очень бы хотелось, чтобы наши школьники, получив задачу, тоже хватали листов бумаги и начинали его замучить. А у нас школьники очень часто спрашивают, а можно черновитовку использовать? Это какая-то большая проблема. площадь квадрата на рисунке равна 10. Найди площадь фигуры на правом рисунке. Это семя площадь в каком-то смысле. И хорошая тоже угодная задача про площадь. Вторую задачу про человека, я думаю, что многие видели и понимают, как ее решать. площадь квадрата на левом рисунке, я возвращаюсь к верхней задаче, равна 10. Найди площадь фигуры на правом рисунке. Конечно, сейчас кто-то скажет, что это принцип кавальери, кто-то скажет, что нужно пересчитать квадратик, кто-то заметит, что все полоски имеют длину 5, и вторая фигура просто сдвинуты полоской квадратик. У нас, когда мы эту задачу впервые дали, была очень странная реакция, неожиданная. Нам реакция от очень многих учителей. Нам сказали, что задача не корректна. Чем же некорректна задача? Спросили мы. Оказывается, площадь такого квадрата не может равняться 10. Но вы же видите, что она равна 25 клеточек. Как же вы пишете, она равна 10. И вот это, конечно, очень большая проблема. Последние такие задачки, которые я хотел показать из области начальной школы. Мне пишут, что у меня сейчас проблема с интернетом. Попробуем сейчас установить. Предлагаю отключить камеру. Пока делать этого не буду. Если была проблема, мне наверное Владимир позвонит или напишет, что нужно это сделать или сделать перевод. Разверни букву по образцу. Первая задача посложнее, вторая попроще, но в начальной школе они конечно вызывают в каком-то смысле проблемы. Гораздо хуже, если эти проблемы появляются уже в старшей школе. дайте задачку семикласснику или шестикласснику или девятикласснику и посмотрите кто ее не решает. школьники ее не решают, то стало быть, нужно повышенное внимание, потому что в дальнейшем ни геометрии не будет, ни тем более стереометрии. Какие там сечения, какие там представления о том, как устроен призм или пирамида, если школьник не в состоянии мысленно повернуть простую картинку. Ну, что ж, давайте мы сделаем пятиминутный перерыв. За это время я попробую переподключиться к интернету. Работаем уже час, мы заслужили небольшой перерыв. И потом поговорим чуть подробнее о заплате. Ну, что ж, давайте продолжим. Я использовал пять минут эти с пользой, провел, перегрузил интернет и попробовал. Вроде бы стабильно сейчас все снова. Значит, по поводу сертификата немедленно поступил вопрос, где можно скачать сертификат. Сертификат я в конце семинара выдам на экран. Это первое. И, наверное, его можно скачать какими-то там средствами скачивания картинки. Но, кроме того, администратор этого вебинара какую техническую возможность подоставит. Я думаю, что в конце вебинара мы подоставим слово ему и он нам скажет всем, как это можно сделать. Или напишет. То есть, техническая возможность есть и все подусмотрено. Этот сейчас мы посвятим основной старшей школе и вероятности статистики. Я думаю, что сейчас на экране кадр презентации хорошо виден и основные направления функциональной грамотности, развития линий функциональной грамотности в основной старшей школе в целом понятны. Это просто соответствующее развитие всех тех линий, связанных с общими знаниями, плюс финансовая грамотность уже в основной старшей школе по возрасту, плюс появление статистики и вероятности как элемент необходимых для осмысления случайных явлений в современной жизни. Я хотел бы побольше поговорить о вероятности и статистике, но я, это моя, как говорилось, как там у Александра Грина, да, скрипка это моя оссоль. Теория вероятности это моя оссоль, потому что я в МСНМО являюсь заведующим лабораторией теории вероятности и собственной вероятности школьник посвящаю много времени. И учебник мы пишем, о нем я расскажу. К сожалению, в рамках двухчасового семинара общего рассказать про вероятность отдельно не получится, но я думаю, что после выхода учебника мы там проведем отдельный реминар на эту тему, где уже можно будет много рассказать и показать. ну вот, собственно говоря, ставил я слайд о том, что же такое функциональный математический граф. Ставил я его несколько позже, озвучил, но давайте еще раз повторение, как известно, математика. Вот традиционное определение функциональной грамотности это способность использовать приобретенные знания в решении задач, возникающих в последневной жизни. Я бы это определение расширил. Не только умение, но и желание. Вот это очень важно, потому что часто бывает, что человек вроде как бы даже чему-то научит, вроде бы как удействовать, но не хочет, но не интересно. Много ли он от этого теряет, я не знаю. Наверное, это индивидуально, но я думаю, что если бы умение было на уровне каком-то отработанном, то и желание возникло бы. Это же гораздо проще сделать, посчитав, чем отмерять по месту. Это же и так понятно. Я же могу прикинуть расход топлива на такой-то путь, я же могу прикинуть расстояние, которое я проеду или проеду сами. Мне это проще прикинуть, чем учиться на опыте собственных ошибок. Как только достигается некоторая черта, некоторый качественный уровень преодолевается, то использование математических знаний становится частью жизненного опыта. Вот это очень-очень важная задача нашей с вами школы сделать так, чтобы математический опыт стал частью жизненного опыта. И вот с этим, друзья мои, у нас пока очень плохо. Ну, не только у нас, прямо скажем, что это проблема, которая стоит остро во всем мире, мы учим-учим математике, а частью жизненного опыта, она становится очень неохотной и неумелой. Мир становится цифровым, экономика становится цифровой, нам требуется уже не люди, которые умеют считать даже казалось бы, там, самых бытовых профессиях умеют что-то прикинуть, а частью жизненного опыта математика становится очень мягкой. Хотим мы этого, хотим, да, прямо скажем. Вот это, кстати, задача, которая возникла и потом она появилась, по-моему, в темоверсии ВПР каком-то или даже в темоверсии ОГЭ, не помню. Вот это задача, которую я составил в точности по сюжету с моим замечательным другом-стекольщиком, который много сотрудничал, он еще стекла вырезал, он меня научил потом стекло резать. Вот, это вот вырезание этого восьмиугольника из квадрата. Хорошая задача. Сейчас такие задачи вообще-то еще появились, потому что еще. Все эти жизненные сюжеты нельзя придумывать, друзья. Они все рождаются из опыта. Сейчас я не покажу, но очень скоро в новых книжках ВПР, в подготовительных, в частности, в изданиях экзаменов, вы найдете новые издачи такого типа, где геометрические сюжеты, которые возникают в жизни, мимо которых мы очень часто проходим или не понимаем, даже человек, так сказать, опытный, не понимает, как это сделать. Он начинает что-то отмерять, портит материал. Вот как раз такие задачки появляются. Трудно их составлять. Эти задачки, повторяю, не составляются. Они приходят из жизни. Главное ее не пропустить. Это большое искусство, и мы ищем людей. Кстати, если вдруг у вас такие сюжеты хорошие есть, присылайте нам, мы будем вам этому очень рады. Мы с вами поговорим о всяких условиях, на которых мы, значит, принимаем задачи с жизненными сюжетами. Не обязательно с геометрией, они могут быть с тем же успехом арифметические, они могут быть салгебраические. Главное, чтобы они были жизненными, потому что нежизненных задач полно. Учебники переполнены этими задачами. Пешеход вышел из пункта А до пункта Б, до расстояния которого 16 километров шел с постоянной скоростью 4 часа. Но не бывает такого пешехода. Это ходульная модель. Ходульная модель. Роль ее очень важна, но школьники должны понимать, что это средняя скорость. Средняя скорость, а вовсе не постоянная скорость 4 километра в час. Не бывает такого в жизни. Да любую, какую школьную алгебраическую тексту не возьми, она нежизненная. Это супер упрощенная модель. Когда за практикой ориентированной пытаются выдать придуманные задачи, ходульная, и мы это чувствуем. Дети очень хорошо чувствуют, что это не задача, а какая-то имитация. Я сейчас помню очень хорошо из сборника практические задачи по геометрии. Самолет летит над морем и видит косяк рыбы под углом 38 градусов в горизонте. На каком расстоянии? Ну вот согласитесь, очень актуальная задача. абсолютное большинство школьников только и делает что рыбок в углом 38 градусов в горизонте. Все-таки задачи должны быть хотя бы более-менее массовой. Актуальность для школьника означает, что он с этой ситуацией стал. Осада. Вот, например, у нас она появилась в ОГРе как сюжетно первые пять практикоориентированных задач и вызвала горячее бурное обсуждение по всей стране. Но вот тут, я думаю, актуальность сюжета никто не сможет отрицать, потому что с каждым годом все больше и больше людей становятся, молодых людей становятся, садятся за руль, но и с автомобилистами, как говорили в старые времена благосостояние растет, машины уже есть не в каждой семье, не в каждой десятой, как было раньше, может быть, сейчас в каждой третьей, а то и в половине семьи, а то можно больше, если говорить о городе. Оно, кстати, на селе еще больше автомобилей на душу населения приходится. И осада это очень актуальная тема. Расчет по таблицам осада это вещь, которую, если не уметь, то представлять себе должен каждый, кто этим полисом осада владеет, кто его купил страховой. Как вообще считают, что происходит, какое-то волшебство, я не знаю, надувает меня моя страховая компания или нет, но я имею эту функциональную грамотность, я могу взять эти таблички и прикинуть, если я вижу несовпадение, по моим расчетам я должен заплатить 5 тысяч, а с меня берут 9, то будьте любезны мне объяснить. У меня получается такое, где я ошибаюсь, дорогие, ну покажите мне, может я действительно не прав, может я что-то не учел, но я хочу понимать, я хочу понимать. И вот этот сюжет, он очень важен. Кстати, почему в ОГ первая появилась, первая пятерка задач про объединенный общий сюжет. Если помнить, так раньше не было, были отдельные раскиданные по варианту ОГ, по демоверсии ОГ, задачка вот там длину лестницы найди, вот там график давления, вот вам какая-то еще такая там практическая ситуация, выбери что-нибудь, почему вдруг пять задач практикоориентированный блок из реальной математики изошли в начало объединенное общим сюжетом. Потому что когда мы говорим о подготовке ОГ, у нас задача совершенно четкая, подготовиться к ОГ, а цель получить как можно более высокий бал, а вовсе не изучить математику и стать умнее, опытнее, приобрести грамотность. Нам нужны бал, простая такая задача стать. И учителя очень ментально приспособились, очень правильно сделали. Они говорили школьнику, Вася, вот ты нам пишет как пишет Елена Маркус, противная задача, там много читать, много букв, я не осилил, пропускай эту задачу, ты там возьмешь ты ее там, да не решай ты ее, бог с ней, решил лучше следующее, там какое-то уравнение, нужно найти Х, ты его найдешь и получишь свой балл, тебе нужно не так много, чтобы тебя все оставили. И так это было массово, потому что это тактика подготовки к итоговой аттестации, а вовсе не изучение математики. ну вот хорошо это или плохо, с одной стороны это хорошо, потому что это достижение цели, с другой стороны это плохо, с точки зрения нашей, с точки зрения состоит экзамена, кто хочет не только хороший балл, чтобы у школьников получали, чтобы они еще при этом учились читать, учились писать, учились считать. Для тех, кто радеет о математическом образовании, для них это было плохо. И поэтому их объединили, теперь учитель говорит, придется тебе эту противную задачу читать, придется, потому что если ты этого не сделаешь, ты потеряешь не один балл, а пять баллов, а этого ты себе уже позволить не можешь. То есть это, я прошу, конечно, прощения, это такой нехороший поступок с нашей стороны, но совершенно вынужденный. Ну вот, вопросы совершенно типичные. Мария страховалась по ОСАГО, такой класс ей был присвоен на начало четвертого года страхования, чему равен коэффициент бонус малого с начала четвертого года страхования, и такая же табличка у этой задачи про коэффициент, связанный со стажем, и про ту же Машу вопрос, какой у нее там коэффициент связан с вооруженным стажем. То есть рассчитать коэффициент, рассчитать сумму. Естественная очень задача, которую приходится решать огромному количеству людей, не только страховым агентом, а просто огромному количеству людей каждый год. ну вот эту задачу, я не знаю, как позиционировать, я хочу ее показать как очень яркую задачу на, так сказать, на симбиоз, статистики, общих знаний и здравого смысла, в конце концов. логики, не знаю, как хотите. Мы эту задачу впервые дали в какой-то контрольной работе Статграда по теории вероятности и статистике в 7-8 классе года 3 назад. И эта задача вызвала тогда очень большой резонанс. Мы получили очень много ругательных отзывов. Ну, чем больше ругательных отзывов, тем сильнее я начинаю подозреваю, что задача хороша и правильна. Есть такая история. Ну, не всегда. Отзывы, отзывы. Итак, текст про Волгу маленький очерк, как это характерно для многих задач практикоориентированного цикла. Некоторый очерк. Нужно ознакомиться с текстом и выучить его нужный. На самом деле, там из всех слов, которые написаны, можно только там 3-4 элемента, они важны для решения задач, но все остальное нужно, чтобы осмыслить и найти эти 3-4 нужных данных. Волга, крупнейшая река европейской части России. Она берет свое начало и описывая широкую дугу, несет свои воды к Каспийскому морю. Дальше про крупнейшие города, промышленные, расположенные на Волге. Про путь торговый, про про Волгу нашу. Вот, как это, главную реку европейской части России. Мы все ее очень любим. Вот ее карта. Весной особенно важно следить за уровнем воды. Уровень воды в реках России измеряется в метрах балтийской системы. Нулевая отметка на уровне моря в Кронштадте. И вот дальше четыре графита. Вот они. Это уровни воды в водохранилищах около четырех городов. Нижнего Новгорода, Саратова, Чебоксар и Самары. В период с 4 по 18 апреля 2018 года. Нужно посмотреть на эти графики и сказать, какой график к какому городу соответствует. Обратите внимание, первый график вода менялась примерно от 52 там с чем-то до 50 метров, до 51,6 метров. На втором графике уровень воды колеблется в районе 62 метров. На третьем графике в районе 15,5 метров от 15 до 15,5 размах. И на четвертом графике 66,6 метров метров. Вот. Где, какой график. Смотрим. Самая высокая вода 67,6 8 метров. Четвертый график. Где самый высокий по течению города сперечислено. Не жди Новгород. Следующая высокая вода это второй график. В районе 62 метров 63 метров. Значит, это Чебоксары. Третий график. Около 52 метров это Саратов. А нет, извините, Самара повыше. И наконец, около 15 метров это стало быть самый низкий по течению города Саратов. Что нужно понимать? Что вода никогда не течет снизу вверх. Если ее не закачивают специально насосом. Волги воду насосом вверх не закачивают. Она течет сверху вниз. И значит, чем выше вода, тем выше течению расположен города. Когда я дал эту задачу двум своим коллегам на отзыв, как мы говорим, экспертное мнение, оба отзыва были отрицательные. Один сказал, что эта задача никакого отношения к математике не имеет. Здесь все совершенно очевидно, ясно, и нечего эту задачу давать. Она вообще ничего не проверяет и даже ничего считать. А другой тоже математик, кандидат физико-математических наук, сказал, что задачу решить невозможно, потому что Волга течет в горах сверху вниз. Услышав, что Волга течет в горах сверху вниз и снизу вверх. Вот так вот я понял, что задачу необходимо давать, потому что если математики считают, что Волга течет в горах сверху вниз и снизу вверх, и задача решить нельзя, то это полный швах. Полный швах задачу нужно показывать. Да, кто-то, я частично согласен, что математики здесь мало. Друзья мои, поверьте, что если человек эту задачу не мешает, то задача про бассейны, которые наполняются водой и струн, или про пешехода, это просто удар мимо цели, потому что человек может быть автоматически, как его научили в школе хорошо, составить математическую модель, напишет пусть х скорость автобуса тогда и при этом ничего там нечего. Следующая задачка, ну вот, наверное, когда-нибудь мы ее кому-нибудь предложим, хорошая задачка, я считаю, до 7-8 класса, там, где уже объем премиугольного параллепипеда известен, хотя еще вроде как тема объема тела, тема про объема тела у нас случается в старшей школе, но объем параллепипеда он так же как площадь круга где-то в шестом и седьмом классе, где-то в пятом даже. Вот, что такое объем, да, как это понятно, ну вот, посмотрите на фотографию, есть пачка сахара, что такое объем, грубо говоря, кубиков сахара, которые в ней помещаются, можно посчитать сколько кубиков сахара по ширине, видно, сколько их по длине, просто пальчиком можно посчитать, по высоте там три кубика, вопрос, сколько там всего кубиков, и вот, вот, нам пишет опять Ирина Маркус активно, что задачи в просах разбираются по физике в седьмом классе. Спасибо учителю физики, который это делает. Я не помню, чтобы все, не уверены, что все учителя физики решают такую задачу. В конце концов, объемы тел, это наша математическая, как бы мы не верили в физику, вот, и этой задачей я бы начинал изучение любых, ну, вообще говоря, изучение объема параллелепипеда, я бы начинал именно с этого, потому что физику, наверное, для чего-то эта задача нужна, а нам важно создать представление, правильный образ у школьников в голове о том, что такое объем, как мера вместимости. Вот здесь вот эта задача очень полезна. Еще одна задачка. Можно и в четвертом классе дать, пишет Екатерина, в кружке, да можно, конечно, можно, я же не против того, что ее давать, где, любым способом, но эти задачи нужны, я считаю, давать. Вот еще одна задачка про шестеренки. Вообще шестеренки, это, кстати, не обязательно шестеренки, еще и звездочки, и велосипедная цепь, это совершенно неисчерпаемый сюжет, который нужно потихонечку исчерпывать. Вот вам, кстати, здесь не только геометрия, не только длина окружности, здесь еще и простые числа, сокращение дробей, соизмеримость, остатки, здесь еще и дискретная математика, потому что, когда одна звездочка делает там большая, один оборот, вторая делает не один оборот, а один с лишним, насколько нужно остаток посчитать, на шесть зубьев повернемся, а шесть зубьев это какой угол, а если это велосипед, то сколько он проедет, там еще нужно знать диаметр колеса, велосипеда, кстати, это хорошая задача, знаете, в школе такое задание, там сейчас проектная деятельность очень модная, Николай Николаевич Андреевич считает, что профанацией нельзя этим заниматься, я до конца не уверен, но хорошая задача, исследование, дайте школьнику исследование, какого, до каких стандартных диаметров бывают велосипедные колеса, например, складные велосипеды, горные велосипеды, дорожные велосипеды, их не так много, этих стандартов, зная диаметры колеса, посчитав звездочки, количество зубьев на звездочку, вы делаете совершенно шикарный геометрический сюжет, и это геометрия, которую каждый школьник, который катается на велосипеде, просто на ней сидит, верхом в буквальном смысле слова, следующая задача, про, ну, всем уже знакомая, вес не измеряется в килограммах, ну, да, конечно, речь идет о массе автомобиля, но, поскольку вес, это, конечно, сила, а масса, это масса, но вес мы традиционно измеряем в килограммах силы, которые чаще совпадают с килограммами массы, и поэтому в жизни мы говорим, что, мы не говорим, что моя масса похудела на 10 килограмм, мы говорим, что я сбросил вес или поправился и стал весить больше, поэтому давайте, если мы не говорим там, не хотим точных формулировок для учебников физики, давайте говорить человеческими словами, поэтому слово автомобиль весит 1840 килограммов тоже очень хорошее слово сочетает, иначе пришлось не писать, что автомобиль массит 1840 килограмм, нормально, вес тоже хорошо, это не вполне физически точно, но вполне приемлемо. Вот такую задачу тоже нужно решать задолго до того, как мы начинаем изучать объемы тела в старших классах, как ее эту задачу показывать, ну, я когда преподавал геометрию в школе, такие значки решали в шестом, седьмом классе, в шестом классе у нас был курс, как он назывался, наглядная геометрия, подготовка к преподаванию геометрии, ну, просто взяли, тогда были очень, в моде были куклы Барби и всякие их там аналоги, вот мы на уроке я у одной девочки увидел в портфеле такую куклу и тут же значит сообразил, как с ней поступить, когда была геометрия, я попросил эту девочку выйти к доске и значит мы посчитали, вот у нас есть там Маша и есть кукла, давайте посчитаем, если бы кукла была сделана из того же материала, что Маша, с плотью и кровью, сколько бы она весила, вот она там, Маша имеет рост метр сорок, а кукла имеет высоту 14 сантиметров, Маша весит 30 килограмм, 40 килограмм, неужели кукла должна весить 10 раз меньше 4 килограмма, а, ну давайте соображать, вдруг дети начинают сами, потому что кукла она в 10 раз ниже, но она же еще и в 10 раз уже, еще в 10 раз как бы худее, и вот когда мы в 10 раз так куклу сжали, так Машу сжали, так и получили куклу, мы подземлили на 10, на 10, на 10, получилось кукла 40 граммов, ну правда у меня не было весов, я не знаю сколько весело кукла, но мне кажется она весила примерно столько до 100 граммов, другое дело, что она же все-таки не из другого материала, там пластик, он довольно тяжелый, резина, а внутри воздух, то есть здесь еще нужно делать какие-то поправки на материал, но идея понятная, нужно объект сжать в длину, в ширину и в высоту, вот автомобиль в данном случае, модельку нужно сжать в 30 раз в длину, в 30 раз в ширину, в 30 раз в высоту, и становится понятно, откуда берется этот футбол, потому что три измерения, 30 на 30 на 30, это сколько будет, 27 тысяч, 27 тысяч раз оказывается уменьшается объем, 27 тысяч раз уменьшится вес автомобиля, если он сделан из того же материала, вот мне кажется, что такой подход гораздо более эффективен, чем теорема о том, что площади подобных фигур, там, треугольников относятся как квадратный эффект, и подобный. Общее совершенно замечание сейчас в школьном преподавании математики, что такое вообще математика, одно из определений, которое, я считаю, довольно разумным, это преобразование образов, одни мысленные образы преобразуются в другие мысленные чертежи, уравнения, уравнения в какие-то другие модели. И за этими образами что-то стоит. Вот теорема, дорогой мой, выучи, запомни и применяй. Площади подобных фигур относятся как квадратный эффект, подобный объем подобных тел, относятся как к эффект, подобный запомнил, ну теперь примени это на практике, не пойдет, не получится. Вот если сперва дать эту задачку про автомобиль, смотри, в 30 раз так, в 30 раз так, и в 30 раз так, и поэтому смотрите, мы делим на 30, на 30, на 30, то есть на 30 в кубе, вот теперь давай попробуем сформулировать эту идею. Если у нас есть коэффициент подобия, мы делим на К, на К и еще раз на К, делим на К кубе. Понятно. Вот теперь давай попробуем облечь это в слова. если у нас есть два подобных тела, коэффициент подобия К, только объем меньшего будет равен, объем большего умножить, поделить на К в кубе. А вот уже следующий шаг это теорема, что объем подобных тел относится к куб коэффициент подобия, как упрощение того, что мы сделали до этого. И тогда эта теорема становится естественным выражением того, что мы видели, руками щупали, глазами наблюдали, ушами слышали, но главное руками делали. То же самое касается практически любой школьной теоремы. не все более-менее наглядно. может быть, да нет, теоремки Фабора тем более. Так, что-то я увлекся этой задачей. Дальше поговорим. Следующая знаменитая задача, знаменитая задача про шины. Я думаю, что благодаря этой задаче сейчас абсолютно все образовательное сообщество наконец знает, как маркируются шины, и что R15 это не радиус 15, в дюймах, а R это обозначение радиальной конструкции шины, а 15 это диаметр колеса в дюймах. Если раньше этим сакральным знанием обладали только сотрудники шиномонтажа, то сейчас, я надеюсь, им обладают и старшеклассники тоже. Кстати, задача очень важна еще и с точки зрения социализации, что ли, да, я считаю, что ДИБДД вообще должно пропагандировать всяческих оборот. Потому что сколько раз я не слышал разговоры о том, что поставили крутые колеса, на больших колесах стало гораздо лучше. Я каждый раз поражаюсь неденавидности этих людей, потому что кто-то пытается объяснить, что произойдет дальше, но, к сожалению, безуспешно. хотя бы первичное понимание, что за маркировка, для чего она нужна и как ее шиповывают, я считаю, будет просто полезно. И вот здесь с нашей же дидактикой методической точки зрения задача просто очень богатая. Обратите внимание, естественная маркировка автомобильных колес содержит ширину беговой дорожки в миллиметрах, высоту в процентах и еще и диаметр диска в дюймах. То есть у нас три величины, которые некоторым образом нужно преобразовывать. Дюйм в миллиметр, процент в миллиметр, тогда можно складывающий, плюс длина окружности, плюс количество оборотов, плюс, плюс. То есть задача, конечно, удивительно практическая и наглядная. Вот. Почему-то она вызывает, я вот недавно гуглил, и вдруг выяснил, ну, Яндекс, вдруг выяснил, что эта задача является что-то не самому страшному, что бывает в жизни, там, ужасный, жуткий, значит, прошины. Ну, да, хорошая задача прошила. Ну, это продолжение задачи. Я бы сейчас не стал платить время на там рассказы про финансовую грамотность, про работодателя и 13%, в конце концов, 13% нужно уметь вычислять эндорфаер, никто с этим не спорит, про капитализацию процентов тоже я поговорю в следующий раз. Я бы хотел поговорить немножко о вероятности статистики, как я обещал, потому что тема совершенно неисчерпаемая, времени у нас мало. Вот я бы перешел к этому. Так, вот две задачи по статистике здесь есть, эти, кстати, тоже из контрольных работ статграда по статистике на чтение диаграмм, на чтение диаграмм. Дочка довольно старая, сейчас аэрофлота уже гораздо больше, чем 163 самолета, можно обновить данные. Я думаю, ни у кого не возникнет проблем с решением этой задачи, с определением ее цели. Дочка довольно простая. Что там у нас нужно просто определить какая доля сектора, какой сектор диаграмма к чему относится по соотношению углов и данных таблиц. Это простая проверка умения работать с круговыми диаграммами. Заметьте, что нигде мы не даем задачки, где требуется точно измерить угол и точно построить какой-то угол и точно что-то вычислить. Потому что уважаемые коллеги, давая задачки на диаграмму, давая задачки на диаграмму, мы придерживаемся одного простого правила. Я очень прошу вас тоже его исповедовать. Диаграмма это способ быстрого и наглядного представления данных. Как только мы просим школьников найти точно с точностью до градуса угол диаграммы или точно вычислить количество самолетов в авиакомпании Победа пользусь этой диаграммой, мы теряем смысл. Диаграмма это наглядный способ представления данных. Поэтому точная, скрупулезная, кропотливая работа с калькулятором уничтожает весь смысл работы с диаграммой. Диаграмма нужна для быстрого восприятия. Сравнить больше меньше, качественно определить, где что находится, вовсе не количественный расчет. Я убеждаю вас, подбирая задачи на диаграммы, избегать задач, где требуется какой-то скрупуленный расчет. Напротив, всячески пропагандировать задачи, где диаграмма нужна для быстрого сравнения или оценки. похожая задача на столбик и диаграмму, я обращаю ваше внимание на характерную черту этой задачи, которую мы всячески пропагандируем сейчас, которая появляется и в учебниках, это так называемое решающее правило. Решающее правило важная вещь, я далек от того, что в школе можно изучать теорию принятия решений, это очень красивая, очень сложная наука, теория принятия решений, которая базируется на математической статистике, нет, но что такое решающее правило, все так хорошо понимают. Вот сегодня ниже плюс 15, поэтому Федер надевает шапку при выходе из города. У него такое правило, если температура ниже плюс 15, он надевает шапку. Правило может быть четкое, формулировано мамой проще. Фетя, сегодня прохладно надень шапку. Это решающее правило. Вот и здесь в продажу поступают те сырки, которые отличаются от номинальной по массе, можно сказать, по весу, не более, чем на 2 грамм. Это решающее правило. Если срок отличается от номинала больше, чем на 2 граммах, то принимается решение такой сырок бракованным, продавать его как старосортный или пустить в переработку или съесть самим. Дорогие сырки, компания поддерживает свою репутацию. Если это другая компания, там другое решающее правило. Кстати, если вы зайдете в магазин и посмотрите конфеты с нугой, вы увидите, возьмете на себя труд, принести в класс, взвесить даже на обычных весах, вы увидите огромный размах на массе. Потому что нуга легкая, больше арахиса или нуги, меньше и очень сильно влияет на массу. А если сырок однородный, там действительно масса небольшая, поэтому плюс минус 2 грамма при хорошей настройке дозирующего автомата это будет умнее. Вот решающие правила, я обращаю ваше внимание на такую задачу, где есть решающие правила и призываю такие задачи тоже использовать. Давайте решим сколько пойдет, сколько не пойдет, какую поставить отсечку, чтобы принять решающие правила, чтобы не больше 10% или не больше 5% продукции уходило в брак. Ну понятно, что есть всегда за и против, вот такие задачки очень хороши. По диаграммам они особенно хороши, потому что здесь тоже не требуется такой скрупулезный расчет, а все довольно наглядно. мы все с вами изучали вероятную статистику в институтах и в общем для многих из нас это было некоторой одной трудностью представляла прямо скажем статистика и вероятность традиционно в наших вузах преподавались не очень хорошо. Причины этого мы сейчас обсуждать не будем. Это отдельный серьезный разговор. сейчас я пытаюсь как-то изменить ракурс, потому что солнце переехало и началась засветка. Может быть так еще хуже, да? Ну ладно. Принимайте мой блестящий нос каким есть на солнце. Так, значит и наша задача, говоря о статистике и вероятности в школе, была сформулирована очень хорошо нашим руководителем авторского коллектива Юрием Николаевичем Тюриновым. Нужно создать школьный перевод. Школьная алгебра отличается от алгебры очень сильно. Школьная физика отличается от современной физики очень сильно. Точно так же школьная вероятность статистики должны отличаться от теории вероятности и современной статистики очень сильно. Должен быть ясный школьный перевод. Первый опыт регулярного написания регулярного учебника у нас появился в 2004 году, а еще до этого был такой пробный учебник, который многие пытались использовать, даже успешно по нему работали. Это был перевод с французского учебника вероятность статистики 5.9 автора Гуниновича и Булычев. Вот первый регулярный учебник по вероятности статистики для московской школы появился в 2004 году, потом было переиздание, потом еще переиздание, потом был еще один опыт и наконец на основе уже накопленного опыта с учетом большого количества сделанных ошибок, поправив их, я надеюсь. Мы сейчас вплотную подошли к созданию регулярного учебника по вероятности и статистике. Кстати, там же элементы функциональной грамотности тоже есть, потому что там довольно много апелляций к общим знаниям учащихся. Этот учебник должен выйти в 2020 году, сейчас происходит считывание верстки, учебник учитываем, то есть он на этапе уже учитывания, он еще раз повторил, учебник готовится к выходу в 2020 году, может быть в 2021 уже поскольку школа, я очень надеюсь на это, в издательстве просвещения. Это регулярный учебник теории вероятности и статистики или правильнее было бы сказать статистики и теории вероятности, потому что первично, конечно, статистика как мотивирующий предмет, там лица и диаграммы и вопросы случайной изменчивости, которые подводят школьника к идее о том, что закономерности, которые мы наблюдаем, не худо бы научиться изучать с помощью каких-то числовых средств, то есть математика появляется как теоретическая основа статистики. Давайте посмотрим, я сделал очень короткую презентацию по главному чему. Сначала таблицы. Это сбор данных и построение. Статистические данные в таблицах. Поиск информации в таблицах. Вычисления в таблицах. И мы стараемся давать актуальную для школьников информацию. Ну, например, мы не хотим давать неинтересные, совсем неинтересные информации. Напротив, мы пытаемся подобрать информацию, которая была бы не только полезна с точки зрения изучения, но и интересна сама посетить. Например, всем интересна, как правило, какая-то демографическая информация о населении городов. Какие города больше, какие меньше. Поэтому у нас есть табличка, на которой мы изучаем очень многие статистические объекты, статистические характеристики, посвященные населению крупных городов России. Сейчас у нас 15 городов-миллионеров, недавно было 13, сейчас это уже 15, и вот про это насказано. Демографическая статистика, полувозрастные пирамиды, да, наверное, полувозрастные пирамиды, показывающие состав и долю гендерных населения год от года, изучаются в, наверное, географии. Наверное, мы можем на это надеяться, но рассчитывать на это до конца я бы не стал и во всяком случае, поскольку демографическая статистика очень важный раздел, какие-то задачи по умению пользоваться полувозрастными пирамидами мы включаем в учебнике. Кроме того, есть еще очень простые задачи показать процессы, которые происходят. Вряд ли учитель географии будет рассказывать про то, как на полувозрастной пирамиде появляется эхо войны или второе эхо войны. Он полувозрастную пирамиду рассматривает как некоторый инструмент. Он просто знакомит школе. Учитель истории, напротив, он, рассказывая о влиянии истории войн, в ряды показывает диаграмму населения в 70-х годах. Ну вот такое объединительное функцию, как всегда, она выпадает на математиков, которые умеют учесть все в рамках функциональной грамотности, свести воедино и математику, и географию, и историю, и все на свете. Ну, есть еще одна тема, новая для российской школы, это таблица сопряженности. Посмотрим, как она понравится, учителям не понравится. Тема довольно простая и важная, она до сих пор у нас таблица сопряженности в школе как-то отсутствует. Диаграммы. Ну, я уже об этом сказал. Вот, в частности, задачка про полувозрастную пирамиду. Чем можно объяснить, что на момент построения пирамиды граждан России в возрасте 45-54 существенно меньше, чем тех, 55-59 лет. Вот, видите, узкий поясок в этой пирамиде, 45-54 года. А людей, которые постарше, их больше. Как так? Хороший вопрос. Кто-то скажет, что это опять не математика, я выражаю, друзья, это математика, потому что поиск причин в обвижении гипотез, их правдоподобное обоснование или отвержение, это как раз и есть суть математики. Дальше описательная статистика. Мы говорим о свойствах среднего арифметического, о медиане, об урезанном среднем. И даже под звездочкой есть голова, посвященная квартилен и частотам. Она, как бы, со звездочкой, это как бы не базовый материал, но в учебнике мы решили заключить, потому что во многих приложениях, экономических особенно, эта вещь довольно важная. Она связана с построением специальных диаграмм, так называемых ящичковых диаграмм по-английски Box и это важно. Среднее геометрическое и среднеграммоническое тоже со звездочкой, но там рассказывается о том, что для разных видов величин используются разные способы усреднения. В частности, для средней скорости и производительности труда, как мы знаем, среднеарихметическое не подходит к среднеарихметическое, ну а, скажем, для процентного ежегодного прироста или там панковских процентов требуется среднее геометрическое. Серьезный и большой разговор о случайной изменчивости, о том, что такое тренд или тенденция, что такое случайные колебания вокруг этого тренда, о том, как группируются данные, зачем это делать и о том, что такое статистическая устойчивость. Конечно, мы бы хотели, чтобы итоговые цели изучения статистики вероятности в школе в каком-то смысле, в какой-то момент стало знакомство с законом больших чисел и с ролью закона больших чисел. Но пока что такая цель не совсем достижима, хотя о законе больших чисел пара слов чем есть. Вместо этого мы говорим немножко о статистической устойчивости. Закон больших чисел это математическое проявление, математическое выражение людей о статистической устойчивости. В качестве примера статистической устойчивости мы показываем устойчивое распределение людей по росту. Если мы попросим девушек маленького роста встать на числовую прямую отметку 154 сантиметра, девушек рост на 155 сантиметра встать на числовую прямую отметку 155 и так далее, то разница получается вот такая кривая. Мы только не говорим, нормальное распределение синтетически нормальное, кривая гаусса. Нет, мы просто говорим, что получается такая двускатная кривая, напоминающая горку, напоминающая холмик, и это устойчивое явление, так будет практически всегда. Интересно, почему, какую мы совокупность не возьмем, в России или в Китае или в Голландии, где девушки повыше, мы будем получать разные, конечно, картинки, но они все будут похожи, потому что форма поевой будет одна и та же. Интересно, почему, можно ли это объяснить, можно ли это доказать, оказывается, для этого нам нужна математика соответствующая, но мы с ней еще не знакомы, мы ее еще не изучали, но, может быть, познакомимся попозже, поговорим о том, как это получается, а пока что мы просто наблюдаем такое удивительное явление, проявляется статистическая устойчивость в устойчивости формы распределения девушек по росту. Рассеивание данных тоже важная тема, когда есть данные, важно не только понимать, где они, но и как они сильно разбросы относительно некоторых средних. строим диаграммы рассеивания и даже немножко говорим о оси диаграммы, то есть о линейной зависимости. Обратите внимание, в 7 классе все изучают линейную функцию, но вот ни один учитель мне еще внятно не смог объяснить, зачем. Где он это собирается применять в жизни? Линейная функция под двух точкам, под то и третье контрольное, возрастающие, убывающие. Вот мы предоставляем в рамках статистики совершенно жизненный пример, совершенно жизненный механизм использования линейных функций и даже предлагаем посчитать при желании коэффициенты этих линейных функций для того, чтобы описать разные зависимости. для жителей Москвы будет интересно, что количество станций метрополитена и длинолинии, на которые эти станции связаны длиннее. Действительно так, чем длиннее линия, тем больше, на не станции. коэффициент угловой коэффициент там будет вполне определенный. А вот для жителей Екатеринбурга явление такое, не, одна линия, если не ошибаюсь, Екатеринбург услышит, меня поправят. В Новосибирске давление 2 или 3, там другая будет картинка, но похоже, тоже будет линейная зависимость. В Нью-Йорке будет третья линейная зависимость, а в Токио четвертая линейная зависимость. Они у всех будут линейные зависимости. Даже более того, что все эти прямые проходят в начале координат, ордината у них, точнее, в нулевой обсессии у них ордината от 1 до 2. Поэтому, например, для меня еще точно не разрешен вопрос, линия метро, имеющая нулевую дилу, сколько на ней станции, одна или две, ну, понятно, да, коротенькая линия, там две станции, начало и конец, если изоближать и получить линию нулевой дилуи, слившаяся станция, это одна станция или две станции. И, кстати, математическая модель тоже не может никак этого решить, поэтому во всех микрополитальных мира, что мы изучали, получается, что линейная зависимость проходит через точку примерно 0,5, 0,5, десяток. Вот, это интересно. Другое предположение можно выгибнуть, например, что население города линейно связано с площадью этого города. Ну, в два раза больше по площади города, по территории, ну, видимо, население примерно в два раза больше, в три раза больше, население в три раза больше. Смотрим на диаграмму просеивания и видим, что это не так. Оказывается, связи между населением и площадью города нет. Почему? Давайте пофантазируем на эту тему. Какие факторы могут привести к тому, что рассеивание населения городов гораздо выше, чем мы, казалось бы, могли ждать. А, например, расход воды в квартире и количество живущих в этой квартире действительно линейно связан. Почему? Давайте подумаем, объясните, приведите аргументы в защиту своей точки зрения. Вот какой разговор статистики должен идти. Ну, что касается вероятности, то, конечно, у нас есть задачи, которые сейчас включены во все банки ЕГЭ и ОГЭ, это и про пенковежцев, про конкурсы, но мы думаем, что в ближайшее время в рамках перспективных моделей ОГЭ и ЕГЭ появятся новые задачи, которые требуют уже не просто отделения одного числа на другое, которые потребуют уже некоторых теоретических знаний, знаний свойств, применения этих свойств. Такие задачи мы сейчас потихонечку накапливаем, и я думаю, что в течение нескольких лет они появятся. На экране у вас сейчас две задачки про смс-сообщения в условиях плохой связи, то есть теоретическое объяснение, почему разговор по телефону невозможен, но при этом смс-ки все-таки приходят. Почему в условиях, когда связи нет, и телефон говорит, что все, мобильные связи нет, сигнала нет, вызов 112, служб экстренной помощи все-таки возможно. Как это устроить? Вероятностная модель этого заложена в этой задачке. Ну и гораздо более продвинутая задачка про тренировку волейболиста, который бросает мяч в кольцо. Ну, такая она модельная, конечно, нельзя сказать, что она сильно жизненная, но, по крайней мере, более-менее нереальная. Сколько ожидать попаданий кольцо и так далее. очень хотим, чтобы статистика была первичной. Я уже не снял течет. То есть изучать вероятность без статистики это все равно что-то изучать геометрию без рисунков. Очень важным является некомбинаторный подход. Как нас учили в институтах? если помните это значит ССН пока АСН пока количество риснов ПН ССН пока равняется АСН пока поделить на ПК. Это была катастрофа. Вот эта выборка с возвращением это неупорядоченное и упорядоченное без возвращения с бытьи перепутить. Я читал в журналах математика в школе в журнале математика статьи учителей, которые вот рассказ как они дети учат комбинаторики объясняем разницу между выборкой и возвращением и упорядоченной и непорядоченной и без возвращения четыре типа давайте запутаемся если выборка неупорядоченная без возвращения то вот такая формула а если с возвращением то вот такая я никогда не запомню никогда ни одной задачи не решу и я думаю что вот такой подход немножко порочный мы попытаемся сделать не комбинаторный подход к теории вероятностей, давая маленькие вероятностные множества, маленькие эксперименты, где все можно посчитать по пальцам, но выработать вероятностные взглядные вещи, выработать некоторую вероятностную путь. В частности, нельзя выпячивать роль опыта в своевозможном исходе, потому что в жизни равновозможные опыта с своевозможными элементарными событиями не встречаются. Только в играх. Когда лотерею устраиваем, когда жребию устраиваем, есть опыты искусственные. Жизнь нам таких опытов не предоставляет. В жизни нет опытов, практически нет опытов с равновозможными исходами. Поэтому так называемая формула классической вероятности, она тоже довольно искусственная, и она важна, и никто не умаляет ее значения, но она не является главной в теории вероятностей. Нужно понимать ее место и роль. Вот мы хотим не выпячивать классическую вероятность, не ставить ее в главу. Ну и наконец, перефразируя Илья Николаевича Тюрина, я скажу, что мы хотим рассматривать вероятность статистики в каком-то смысле как естественную науку, как физику, химию. То есть не совсем математическую. Во всяком случае мы не пытаемся строить аксиоматический подход к теории вероятностей. Мы говорим о случайных событиях, говорим о множестве случайных событий, сравнивая вероятности и частоты. И на таком качественном уровне мы обсуждаем некоторые важные эксперименты. Например, мы обсуждаем со школьниками на страницах учебника, зачем очень многие сайты требуют два раза вводить пароль. Зачем очень многие сайты, особенно интернет-магазины, требуют два раза вводить электронную почту. Почему-то это вопрос вероятности. Мы говорим не только о том, зачем нужно уметь оценивать вероятность, но и как их оценивать. Это такой вводный разговор. Более полное математическое описание. Мы относим уже к восьмому классу, и там у нас пересечение событий, объединение событий, противоположные события. Часть задач мы учимся решать с помощью дерева, с помощью камня нахнику. Очень мы хотели обойтись безусловной вероятности, но впоследствии стало ясно, что этого сделать нельзя. Мы рассказываем об условной вероятности, но опять-таки найдя способ привязать самую условную вероятность к задачам на проценты шестого класса, то есть достаточно наглядно. Комбинаторика появляется как служанка, она появляется в конце курса, я не думаю, что они будут, но дойдут. И, наконец, испытания обернуты. Вот, собственно говоря, для чего нам нужна комбинаторика. А испытания обернули нам нужны очень сильно для той части школьников, потому что это совсем не база подготовки, кто впоследствии планирует изучать случайные величины и с кем можно говорить о законе больших чисел и его уровня. Вот такой вот экспресс-класс. Я опустил слайд про геометрическую вероятность, которая не очень нужна, поэтому я ее опустил. У нас есть сайт, называется он «Вероятность школы». Его легко найти в Яндексе при необходимости. Его адрес там ptlamp.mc7e.ru, но проще искать по запросу Яндекса «Вероятность в школе», где есть очень много материалов по школьной теории вероятности, где мы продолжаем их выкладывать, поддерживаем уроки, поддерживаем уроки статистики, в частности, выкладывая данные для уроков, то есть статистические таблицы, готовые для применения. Где у нас есть и ОГЭ, и ЕГЭ, и расписание, и семинары всякие, контрольные работы, и Олимпиада, и все у нас и кружки, и все на свете. Учебные материалы, там, традиционные материалы, библиотека, электронные таблицы, программы модулей для бросания кубиков монет, и так далее и тому подобное. Есть раздел «Консультация», есть группы ВКонтакте, так что милости прошу. С моей точки зрения сейчас уже большой полезный ресурс. На этом я хочу наш вебинар закончить, мы уже 3 минуты переговорили. Я надеюсь, что многим это было полезно и интересно. Вопросов в разделе «Вопросы» по-прежнему нет, но есть моя электронная почта, я думаю, что она будет доступна. Я думаю, что электронная почта будет доступна, и точно так же, как электронная почта организаторов мероприятия. Я жду вас на сайте «Теория вероятностей». милости прошу, всегда, всегда открытые общения и рады. Спасибо. В общем, заканчиваю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok